День весеннего равноденствия 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 Естественно, мы сейчас на данный момент все это более, ну как, оперативно еще раз систематизировали. И у нас сейчас это все передано главе администрации и в территориальное управление. Именно тот срез за последние дни, который связан с этим резким потеплением и по вот этим природным качелям, когда то минус, то плюс. И уже в режиме онлайн у нас есть онлайн таблица, в которой мы смотрим о том, что отработано, что не отработано, где еще не присланы какие-то нам ответы, фотографии по тем обращениям, которые мы направили. Если брать в цифрах, то мы на данный момент, вот после поручения губернатора, мы сделали срез. То есть в эту нашу, можно сказать, карту или в этот наш обзор попало 219 сообщений. Часть из них, 36 уже там они отработаны, остальные сейчас на стадии решения. То есть получается как, то есть у нас сообщение как только к нам залетает из какой-то социальной сети, оно тоже ей присылается номер, и мы добавляем уже в территориальное управление то, которое за это отвечает. Вот, и они сразу же или они его там тут же ставят в график той уборки, которая у них запланирована, или может быть, а уже этот адрес был известен. И также мы там заносим в эту таблицу, которую видит в режиме онлайн и глава администрации, он может там контролировать и смотреть, все ли ответы получены, все ли убрано, и там что требует его где-то вмешательства. А правильно ли я, Игорь Владимирович, понимаю, что вот эта карта, это будет единственный инструмент на данный момент, на котором есть все жалобы и все подвижки по этим жалобам? Давайте так, то есть я еще раз говорю, что социальные сети это не единственный источник получения информации, это один из, и то, что есть у нас, это не говорит о том, что это все проблемы, которые там существуют. Мы только мониторим, работаем с тем, что мы отловили, ну то есть отмониторили социальных сетей. И эта информация, когда она нами отмониторена, она также и органами власти, вы все знаете, что с 1 декабря все органы местной власти и органы исполнительной власти, они работают в социальных сетях, они и сами могут это заниматься и мониторить, ну то есть вот то, что им пишут и где там выходить. А мы это уже делаем там в автоматическом и в ручном режиме, это все систематируем и еще раз им направляем, и потом уже отслеживаем и ждем от них ответа, и где его нету, мы уже или там сами на них еще дополнительно выходим, или уже там выходим на руководителей капитального управления или главу администрации. Просто я прошу прощения, мне не совсем понятно, для чего пользование эта карта. То есть получается, если на ней не все жалобы, то есть список неисчерпывающего, он ограничен соцсетями, если есть инцидент менеджмент, другие какие-то звонки, то есть жалобы поступают непосредственно там к подрядчикам, к исполнителям, вот этой карты-то кто должен пользоваться, предполагается? Эта карта, она, ну то есть этот документ, он для удобства органов исполнительной власти, то есть мы, у нас есть поручение, мы ее систематизировали еще раз, да, все эти обращения, которые у нас ежедневно направляются, для того, чтобы более оперативно на нее влиять, потому что сейчас мы понимаем, что сейчас вот такая жаркая пора, что связано с падением с крыш, с обледенением трассы, обледенением пешеходных где-то, пароходов, вот, и поэтому мы сейчас, ну как, общими вот этими усилиями стараемся эту проблему более оперативно решить, то есть все, что от нас зависит, все, что, вся информация есть, мы туда именно и направляем, и непосредственно исполнителям, и также органам исполнительной власти, и в лице главы администрации. То есть это, по идее, системная работа, которую мы и вели, и будем вести, сейчас просто с учетом поручения губернаторов, мы более, ну как, придали ему еще один, как бы, формат, в котором уже в режиме онлайн можно, вот так, как идет сейчас вот такая жаркая пора, в режиме онлайн можно наблюдать, какая проблема закрыта, какая проблема еще требует там дополнительного решения. Ну, то есть, получается, раньше этой возможности не было, просто нам постоянно говорят про какой-то, ну вот, про тот же инцидент менеджмент, да, там не было этой возможности отслеживать эти жалобы и отработку по ним. Ну, мы этой работой, ну, мы ее, как и делали, инцидент менеджмент, это то, чем мы занимаемся. Это мы ими занимаемся, инцидент менеджмент, это те инциденты, которые, ну, находятся в социальных сетях, это проблемы русским языком, те проблемы, которые, ну, люди пишут в социальных сетях, просто на нашем вот этом языке это называется инцидент, да, и он к нам попадает, мы уже его отправляем в работу органов исполнительной или местной власти. То есть, эту работу мы сделали и до этого. Ну, то есть, ничего не изменилось? Вы что делали, то и продолжите делать? Вот, смотрите, каждый период времени, то есть, есть свои проблемы, у нас даже есть график рисков, да, то есть, вот сейчас у нас идет обледенение, у нас идет, ну, то есть, там, падение в крыш, естественно, в этот период времени мы усиливаем отработку вот именно этих инцидентов. Вот, там, летом будут какие-то другие инциденты. Сейчас, в настоящий момент, мы просто эту системную работу перевели в усиленный режим. Работать с учетом и поручения губернатора, и с учетом той обстановки, которая складывается сейчас на данный момент на улице. Вот. То есть, работа делалась, ну, просто сейчас перешли в усиленный режим работы, так, как и вся администрация связана с теми событиями, которые сейчас происходят в температурном режиме. Игорь Владимирович, вот эта цифра, да, которую вы озвучили, более двухсот сообщений о проблемных точках, проблемных местах, они равномерно, можно сказать, распределены по карте областного центра, или прямо вот есть сгустки такие, да, особо проблемные места, можете дать оценку? — Ну, вот посмотрите, если мы говорим на расчистку дорог и тротуаров, то больше у нас этих сообщений поступает из более отдаленных таких уголков города. — Периферийных, да? — Да, микрорайон Коминтерн, Ленгасово, Малая и Большая, Суботик, Гнусино, Санниково-Слобода. Вот, если мы говорим про очищение крови из живых многоквартирных домов от снега, да, то это больше у нас, наоборот, к центру, то есть где многоквартирные дома на улице Ленина, Карла Маркса, Карла Викникова, Красноармейская и другие. То есть вот таким образом распределяется. — Насколько, по вашей оценке, оперативно органы власти реагируют на эти сообщения? Вы сказали, да, что вы ждете от них обратной связи, и если ее не получаете в течение долгого времени, то пытаетесь еще какой-то путь найти, да, для того, чтобы воздействовать? Можно ли сказать, что торопятся? — Сейчас, на данный момент, нам стало проще, потому что больше людей стали писать на площадках именно органов исполнительной власти, и нам проще это все отмониторить, и чтобы меньше сообщений не попали в наше поле зрения. С учетом этого эффективность и скорость отработки увеличилась. И с учетом тех последних событий, насколько вот была информация и главы администрации, то, что до 31 марта должны все эти проблемы, они в большинстве своем решены. То есть я надеюсь, что эту задачу они выполнят. — Давайте еще в районную область заглянем на совещание. Вчерашним губернатор уделял внимание тоже и этим местам, в частности, там Налинск фигурировал, поселок Аркуль, Котельнич. Вы в Центре управления регионом тоже фиксировали сообщения с этих мест? — Ну да, в первую очередь губернатор, когда давал эти поручения, он в том числе основывался и на нашем счете. И он действительно был связан с городом Котельничем. Не в районе, а именно в самом городе у нас были эти проблемы. И по Налинску, и вот сейчас на данный момент губернатор дал поручение ему подготовить более детальный анализ. И всю эту информацию мы сейчас передаем ему. Также было поручение подготовить наличку и для Министерства транспорта, чтобы они, используя в том числе и на то, что жалуются люди в социальных сетях, могли выработать определенные механизмы быстрейшего решения этих проблем вместе с районной администрацией. — Спасибо, благодарим вас за этот комментарий. Игорь Панкратов, руководитель Центра управления регионом Кировской области, был с нами на связи. Говорили мы о том, что активнее стали мониторить социальные сети на предмет жалоб на налить, лужи, нависающие снежные и ледяные глыбы. Посмотрим, во что это все вылется в ближайшее время. Ну, кстати, сегодня, пройдясь с утреца по городу, я видел, что как-то техника в отдельных местах работает, пытается вывозить. — Ну, погода еще пока неплохо помогает технике. — Да, но погода-то, видимо, сейчас находится на стороне коммунальных служб, потому что тает достаточно интенсивно, и, соответственно, те массы, те кубометры, как говорят чиновники, их количество уменьшается с каждым днем. Вообще снега, как по-человечески говорят, заметно становится меньше в городе с каждым днем. Ну, мы сейчас поподробнее хотим поговорить о том, как дополнительная вывозка снега будет осуществляться в областном центре. Еще раз напомним, что основной контракт закончился, и на этой неделе должна быть достигнута договоренность о еще вывозе 20 тысяч кубометров снега. Общаться будем... — С Екатериной Безгачевой, заместителем директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Кирова. Екатерина, добрый день. — Добрый день. — Здрасте, Екатерина. Рады вас в очередной раз приветствовать в нашем эфире. Без вас мы никак не обойдемся. Уделите нам, пожалуйста, несколько минут. Расскажите, как будет выстраиваться работа в рамках дополнительного контракта. — И заключен ли он уже, да, самое важное? — Да. Контракт у нас, получается, еще не заключен, но он находится на стадии заключения. Он будет, как уже и планировалось в конце этой недели. Контрактом у нас предусмотрено чуть более 20 тысяч вывозки снега, кубов. Вот. Как будет проводиться? Как, в принципе, обычно у нас в приоритетном порядке составляются списки участков, где требуется вывозка снега. Выдается задание подрядчику, и подрядчик уже по этому заданию осуществляет вывозку с конкретных участков уличной дорожной сети. — А почему 20 тысяч? Почему не 10? Почему не 50? Почему именно на этой цифре остановились? — А почему бы и нет? Чем плоха цифра 20 тысяч? По-моему, отличная цифра. — Это исходя из каких-то прогнозов? — Да, большинству горожан же сложно представить, как выглядит объем вот эти 20 тысяч. Если в КАМАЗах можно посчитать, да, в самосвалах, в грузовиках, в принципе. — Так, ну давайте посчитаем в КАМАЗах, в грузовиках, без проблем. Так, в целом, эта цифра была основана в том числе на расчетах тех, на том анализе, который у нас был за эту зиму. То есть, как вы, наверное, уже помните, мы с вами обсуждали эту тему, что вывезено этой зимой 880 тысяч кубов снега. Это достаточно большой показатель, потому что в прошлую зиму мы вывезли 800 всего тысяч, и нам этого, в принципе, хватило. В этом году немного была переработана стратегия именно вывозки, то есть порядок, то есть когда мы начинали возить, мы по-другому это в этом году делали. И эффект получили более положительный, чем в том году. Вот, по этому объему, давайте, в общем, вернемся к КАМАЗам, посчитаем тогда. В среднем у нас, смотрите, получается, один КАМАЗ — это от 18 до 30 кубов. То есть один КАМАЗ за раз может вывезти, давайте в среднем возьмем 25 кубов. — Давайте. — За ночь, в интенсивный такой период времени, когда у нас была снеговывозка, мы вывозили, получается, один КАМАЗ мог вывезти 9-10 рейсов за одну ночь. То есть в зависимости от места, откуда он возил, и в зависимости от объема снега мы вывозили где-то по 9 рейсов. То есть мы 25 умножаем на 9, это получается один КАМАЗ, у нас за ночь 225 кубов может вывезти. — Да, то есть буквально за половинку недели можно справиться с этим объемом-то дополнительным? — Ну, получается, что да, в интенсивной работе, да. Мы все-таки будем это распределять из учета необходимости, то есть это будут в первую очередь, так как у нас сейчас потепление идет, это будут заниженные места, там, где у нас газоны, тротуары сопрягаются и образуются, при таянии снега образуются лужи, потом они заледеневают, будут с этих мест вывозиться снежные массы и, конечно же, с тех участков, где у нас запланировано в этом году БКД, это национальный проект. — Чтобы раньше начать, да? — Да, чтобы подготовить проезжую часть, и где-то это и тротуары необходимо подготовить, очистить, чтобы у нас дорога была более-менее подсушена, чтобы у нас подрядчика не возникало никаких сложностей для того, чтобы приступить к работам. — Екатерина, а смотрите, вот эти 20 тысяч кубов, это только на то, чтобы вывести, ну, вот из тех мест, да, в которых сейчас необходимо, то есть то, что уже нападало, или есть какой-то долгосрочный прогноз от синоптиков, где есть еще угрозы каких-то снегопадов? — С учетом новых, возможно, да, еще осадков. — Смотрите, информация по поводу снегопадов тоже меняется, кто-то говорит в одном источнике, что у нас еще будут снегопады, кто-то говорит, что не будут, постоянно мониторим этот вопрос, но на случай, если они будут, то мы тоже сможем оперативно отреагировать. В первую очередь, опять-таки, мы сыпем эти проводы вывести, которые мы должны вывести по ГОСТу в первую очередь, и обеспечить проезд и проход безопасный для жителей нашего города. — И еще такой момент. Получается, контракт будет заключен к концу недели. Закончился он в конце прошлой или в начале этой, да, если я правильно понимаю? — На прошлой неделе. — На прошлой, да, неделе. Вот эта вот дельта, да, которая сейчас образовалась, подрядчики вывозят авансом или они не вывозят? — Нет, авансом никто не вывозит. Вывозят всегда в рамках действующего контракта. То есть если контракта нет, ничего не вывозится. На сегодняшний день у нас есть еще небольшой остаток по объему снеговывозки, который мы очень тщательно выбираем места, где это необходимо, именно необходимо. Вот. А этот контракт будущий, соответственно, он будет заменой этого контракта. И у нас контракт, получается, который сейчас идет, он у нас не закончился. Это у нас основной контракт по содержанию, он у нас до августа месяца. — Все понятно. — Поэтому объем мы тратим потихонечку сейчас на острые такие участки. А то, что будет заключено позже, оно будет, соответственно, после заключения уже вывозить в рамках контракта. — Минутка у нас еще, Екатерина, есть. Раз уж завершился основной контракт по снеговывозке, как в целом деятельность подрядчиков оцениваете? — Контракт, смотрите, не завершился еще. — То есть он у нас идет, да. Но в целом по вывозке, по объему вот этих, по дополнительным объемам контракта, по которым практически уже все исчерпали, подрядчиков в этом году не было таких каких-то проблем, когда у нас в том году с КАМАЗами были проблемы, что снег есть, участки есть, а никто вывезти физически не может. Здесь было более слажено взаимодействие именно нас для определения участков и контроля. И подрядчиков в плане того, что они находили технику, находили возможности и вывозили тот объем, который был необходим. — Ну, вы рассказывали, да, что прям в местах, куда вывозится снег, прям присутствовали, смотрели, взвешивали, соответствует ли это все заявленным цифрам. — Зрелище прекрасное смотреть, как куча самосвалов вываливает снег. — Спасибо большое, Екатерина. — Спасибо. — Екатерина Безгачева с нами на связи была, заместитель директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Кирова. Мы, наверное, сейчас прервемся, да? — Как-то я встревожился вот этими словами о том, что будет ли у нас еще снегопад. Что-то мне подсказывает, что еще будет, да? — Ну, с другой стороны, наверное, если будет еще один какой-то снегопад, то с учетом того, что часть снега подтаяла и много с улицы уже вывезли, наверное, новый снег можно будет просто сгрести по сторонам и дождаться, пока весна сделает свое дело. — Да, если учитывать то, о чем в прошлый раз с Екатериной говорили про прочистку ливневой канализации, что остается надеяться, что где-то уже ее прочистили, да, и она более эффективно будет справляться в ближайшее время с этими потоками воды. Хорошо, уходим на рекламу прямо сейчас, через полторы минуты продолжим. Потоп, надо понимать, будет только усиливаться на улицах областного центра. Наш Кировский гидрометеоцентр обещает нам в ближайшие дни погоду до 7, далее до 8, а ближе к выходным и до 10 градусов выше 0. Так что готовимся. Как я, кстати, завидую людям, которые уже резиновые сапоги элегантные надели, да, этой весной. Вот я, у меня проблема, я хочу пожаловаться, признаться. Хорошие, эстетично выглядящие резиновые сапоги на мою ногу 47-го размера непросто найти. Вот у меня проблема, мне хочется ходить и мокнуть. Мне кажется, они просто не существуют. Да, да. У нас в студии Михаил Курашин, советник губернатора Кировской области. Спасибо, Михаил Вячеславович, что оперативно откликнулись и заглянули. Добрый день. День добрый. Да, но мы хотели поговорить и будем, собственно, говорить про голосование за проекты, поступившие в рамках грантового конкурса «Город добрых соседей». Тут обратили внимание в последнее время на то, что есть определенные претензии, да, но вот передо мной сейчас этот сайт находится, смотрю на него, рассматриваешь, 150kirov.ru. Очень много информации. Ну, прям очень много информации. Сколько времени нужно потратить для того, чтобы окликнуть на каждый проект и почитать, в чем его суть заключается? Ну, несколько часов, наверное, надо потратить. Ну, с учетом того, что ты не можешь открыть проект в новой вкладке, это действительно занимает очень много времени, потому что вот у меня возникла проблема с тем, что после того, как я кликаю на какой-то проект, прочитаю о нем информацию, потом возвращаюсь. И не можешь найти, где ты остановилась. Но меня выбрасывает почему-то всегда в Нововятский район. Видимо, потому что в прошлый раз я пошутила про Нововятский район и кармические какие-то силы, не знаю. При этом я смотрю Ленинский район, я делаю вот шаг назад и оказываюсь в Нововятском. И, полагаю, мне придется проголосовать за какой-то проект в Нововятском районе. По поводу голосования я определился с тем проектом, за который я хочу проголосовать. Ну, я решил поступить добросовестно. Раз один, так один. Нам сказали, что да, будет IP фиксироваться. Выбрал, проголосовал, меня поблагодарили. Спасибо за отданный голос. Думаю, дай-ка я еще попробую на всякий случай. И та же самая история. Спасибо за голос. И так пять раз подряд за разные проекты. Вот я не понимаю, все мои пять голосов учтены или только один. До 26 марта продолжается это голосование, да? Все верно? Да. До воскресенья, до ближайшего. Как оценивать, Михаил Вячеславович, что с этим делать? Как это все работает? Эффективно ли? И вообще сам уровень заявок, как его можно оценить? Ну, давайте так. Давайте сначала по сайту. А, ну хорошо. Давайте начнем с сайта. Да, то есть, на самом деле, вот то, о чем вы говорите, это показатель, точнее, это связано в первую очередь с тем, что поступило большое количество заявок. Ну, 200 так, да, округленно. Как бы, если бы их было там 100, то и там, грубо говоря, заявок по данному направлению там 60-70, да, то там, наверное, было бы это проще сделать, потому что, ну, делали, размещали все это достаточно быстро, взяли там на себя достаточно узкие временные рамки с точки зрения обязательства того, когда мы это начинаем и запускаем, и поэтому, там, дорабатывать тот, там, лендинг, который был уже использовался в рамках голосования за логотип города, да, там, ну, по большому счету, уже времени особо не было, была задача загрузить все заявки, которые, собственно, есть. То, что, там, в нем есть какие-то, там, недочеты, ну, собственно, там, я об этом изначально говорил, да, то есть на всех площадках, что мы используем ту же самую площадку, тот же самый, там, сайт, и поэтому все, там, замечания, которые были сказаны еще при голосовании за логотип, они, как бы, там, они понятны, они присутствуют, да, то есть, когда есть, находятся люди, которые голосуют по несколько раз, там, с разных, с IP, там, есть люди, которые, там, еще используют разные, там, технологии, и, там, тем самым они, как бы, там, заходят голосовать. Это все есть, и, там, оно все отсматривается, отслеживается, и, я думаю, что, когда мы получим уже данные по итогам всех голосований, которые нам будут представлены, там, администраторами этого сайта, там, мы, как бы, будем видеть, где, что, как, там, кто, что проголосовал, кто пять раз проголосовал за одного IP, если такие примеры есть. Вот. В любом случае, давайте будем понимать, что основная задача голосования, это все-таки, в конце концов, не, там, какие-то не выборы, и не какие-то мега значимые такие моменты, когда, там, каждый голос, вот он... Так у людей-то, мне кажется, вот именно эта мысль-то и сидит в головах, что сейчас давайте... Это же конкурс, это голосование. Здесь самое главное, мы хотим увидеть те проекты, где авторы болеют за свой проект, потому что, вот, те, кто там, где организовано голосование, это, в первую очередь, там, где авторы работают с людьми, с жильцами, там, со знакомыми, на предмет того, что поддержите наш проект, да, и мы хотим увидеть именно вот те проекты, где авторы показывают тем, что они действительно за свой проект, они болеют за свой проект, что их заявка, это не просто, там, формальная бумажка, которая была заполнена и закинута, там, на конкурс, а, как бы, действительно, душа болит. И неважно, вот по большому счету, да, там, неважно, наберет он, там, 100 голосов или наберет, там, 5000 голосов. Имеется в виду, что с точки зрения, там, какое количество баллов он получит, да, это имеет, там, это прописано в положении, но мы же с вами понимаем, и мы тоже об этом изначально говорили, что баллы, которые будут получены по итогам голосования, это не более 5% от максимального количества баллов, которые можно получить. Ну, вот, смотрите, Михаил, да, вот вы сказали увидеть, и у меня сразу возник вопрос. Вот два, вернее, два момента, на которые я обратила внимание, и я потом смотрела в социальных сетях, у людей тоже были вопросы по этим двум моментам. Ряд проектов не имеет адреса, то есть не написан адрес, и ты не понимаешь вообще, а где это. Ну, в первую очередь, и возникает желание привязаться, да, к какой-то конкретной местности, представить себе эту картинку, да, где будет реализовываться проект. Вот, и по поводу представить картинку, да, то есть есть много проектов без визуализации. Но если с визуализацией понятно, да, видимо, не во всех проектах она, в принципе, предполагалась, то с адресами-то что? Ну, с адресами, если, опять же, есть техническая проблема, значит, техническая проблема. Я еще раз, вот, как бы, коллеги, да, там, давайте тоже будем говорить о том, что, там, для нас для всех эта вещь новая. Если у нас подобный инструмент заработает, то и конкурсов достаточно много, и поводов будет достаточно много для того, чтобы создать специальный, предположим, городской нормальный, доступный, простой площадку для голосования, которую дальше использовать. Конечно, можно было завести все на госуслуги и голосовать, но мы же с вами понимаем, что... Ну, госуслуги-то огромная махина, да, понимаем. Во-первых, это, там, ну, там, она сама по себе огромная махина, но самое-то главное, что с точки зрения простоты голосования, да, там, ну, это еще и... Это точно не вариант для людей, да, то есть имеется в виду для подобных проектов. Нет, ну, просто на голосовалке же по логотипу, казалось бы, обкатали, проблемы вскрылись, и, ну, ну, как по мне, ожидалось, что они вот между голосованием по логотипу и между голосованием по проекту, да, будут какие-то доработки. А то получается, что с теми проблемами, с которыми мы шли по логотипам, мы с ними же пришли по этому голосованию. Давайте я вам на это отвечу так, да, то есть совершенствовать простейший лейдинг, который был создан специально для того, чтобы провести голосование по логотипу, вместо того, чтобы заниматься, предположим, разработкой полноценного сайта, там, юбилея, где делать нормальную голосовалку, ну, вот, слушайте, ну, это было бы, как бы, несколько абсурдно, да, то есть ковыряться в том, что, собственно, там нужно, грубо говоря, разово. Нет, тогда вопрос, вот, 23-й год на дворе, а у нас до сих пор нет хорошего работающего сайта по юбилею. И? Что вас пугает? Ну, у нас 23-й год на дворе, что? А где сайт-то, почему нет? А он когда должен появиться-то? В 20-м, 19-м, 18-м? Мне кажется, он должен был, ну, как в прошлом году, блин. А мы ранее говорили о том, что вот этот сайт и будет впоследствии трансформирован, да, некий полноценный ресурс? Нет? Это не так? Это был, еще раз говорю, это лейдинг, специально созданный, там, этот сайт, микросайт созданный для ингредиентов. Ну, я уверена, что есть много людей, которым бы хотелось посмотреть, там, да, начиная, там, от какие фасады где будут отремонтированы, какие конкурсы ведутся, какая подготовка вообще к 650-летию, и все на одном месте. Понимаете, вот, знаете, в чем проблема, на самом деле, точнее, не проблема, да, там, а в чем ситуация, да, то есть, с одной стороны, мы, там, да, мы поставили перед собой задачу начать говорить о юбилее, и у всех уже сложились ожидания, что вот, вот, все, завтра уже, там, должно все, оно уже быть, и должно оно существовать. Оно будет, и сайт будет, да, то есть, мы сейчас как раз, там, сайт ставим в один из приоритетов, чтобы он появился как можно скорее. Ну, коллеги, там, у нас начало 23-го года, да, то есть, сайт, инструмент, который, в принципе, должен будет, там, начать работать в хорошем, моем понимании, да, там, ну, грубо говоря, с середины лета 23-го года, да, то есть, по большому счету, потому что мы понимаем, что юбилейный-то год у нас все-таки основной-то 24-й, и поэтому, как бы, там, для того, чтобы его раскрутить, для того, чтобы туда, там, завести все сервисы, там, его нужно запустить, грубо говоря, в начале лета, и потом тихонечко дополнять, тихонечко совершенствовать. Но у всех уже сложились ожидания, что, блин, все это должно быть вчера. Конечно, все это, в идеале бы, если бы это было все вчера. Но, там, пока что, вот, все это идет в обсуждении, потому что, пока что мы, вот, только остановили этап, там, останавливаем этап такого креативного формирования креатива для юбилея, да, то есть, собирание вот этих творческих идей, творческих всевозможных, там, задумок. Вот, Михаил говорит, на сайте было бы очень легко все эти творческие идеи и задумки собирать. Не вопрос, но, как бы, мы этот этап сейчас просто заканчиваем. Сейчас мы должны переходить уже в стадию воплощения этих творческих задумок. Ну, да, да. И сайт, как одна из платформ, о которой, там, говорят на всех площадках, которая тоже является самой по себе креативной идеей, да, то есть, там, он стоит в одном из приоритетов. Поэтому все будет, все будет, будет все хорошо. Есть ли сейчас возможность говорить уже о каких-то предварительных итогах голосования, насколько активно заходят туда люди, участвуют, что пользуется наибольшим вниманием? Ну, я понимаю, что это специфическая информация, не знаю, она, в общем-то, доставе ее нет. Подлежит оглашению, да, или нет. Согласно процедуре, которая сейчас в рамках конкурса идет, никакой информации ни по экспертизе, ни по, там, голосованию быть не может. Ну, активно вообще люди подключились? Да, мы сейчас говорим только о том, что 31-го числа, до 31-го числа будут объявлены все итоги. Вот, как бы, ну, осталось, ну, что, неделя, давайте уж. Ну, чуть побольше. Хорошо. Полторы. Хорошо. Полторы недели. Вот. Пока что разглашать какую-то информацию, там, никто не имеет права. Я тоже не имею права, да, там. Но могу сказать, что, там, да, голосование идет, оно достаточно активно. Это легко, как бы, видно, и в том числе через голосование, которые идут, там, через мессенджеры и соцсети. Ведется со стороны комитета, да, какое-то дополнительное информирование? Какого комитета? Государственной безопасности? Подготовки к юбилею нашего города. Оргкомитета, да. Оргкомитета по информированию, да, какому-то постоянному. Ну, или вот тот анонс, который, я помню, там, на администрации был размещен, по-моему, да, на администрации города. Ну, администрация в первую очередь, да. Я не помню, был ли он на правительстве. Или это все силами уже самих конкурсантов, дальше они сами это продвигают. Ну, где-то, я не знаю, может, посты... Не очень понял. Ну, вот мы сейчас занимаемся информационным предложением. Ну, мы занимаемся этим по своей инициативе. А по вашей? Насколько широко освещается. Да, освещает. Насколько широко освещается. Ну, да, то, что касался первого этапа, когда мы говорили о сборе заявок, ну, я думаю, что все там обращали внимание, мы и у вас в эфире говорили, и в газете «Наш город» в каждом номере была информация, и билборды висели на улице, и плакаты висели, в том числе в торговых сетях. И мы проводили встречи во всех терр-управлениях. Помимо встреч в терр-управлениях было еще, там, по-моему, порядка пяти встреч, там, с разными сообществами, там, «Мой бизнес», «Старшая по домам» и так далее. А сейчас идет этап, как бы, вот такой он достаточно, ну, не то что информационно, наверное, закрытый, да, потому что информации никакой особо нет, это этап, там, экспертиза, определение и так далее. То есть, понятно, что дальше, с момента объявления результатов, начнется уже, там, тоже активное информирование, потому что планируется, что каждый проект, который победит, будет, как бы, информационно подсвечиваться в рамках того медиаплана, который будет в том числе у оргкомитета и у городской администрации. Давайте теперь перейдем к содержанию заявок, да, собственно, к тому, что мы увидели, какой пласт проблем, да, обнажает этот грантовый конкурс, спортивные площадки, детские площадки, это то, что уже много лет у нас присутствует, да, и ППМИ у нас в этом отношении, формирование городской среды комфортной, да, федеральная программа, ну, и вот та заявка, в частности, на которую сообщество «Строим Киров» обратило внимание, да, под номером 81, там речь идет о благоустройстве выгребных ям, да, вы понимаете, в какой действительности мы живем. Большая субботиха, жители дома номер 18 по улице Центральной, видимо, составляли заявку. Ну, в принципе, если смотреть на жизнь хладнокровно, цинично, без особых эмоций, то, ну, ладно, вот выгребные ямы пусть будут, если это проблема, действительно надо решать. Но как-то авторитет вот всего конкурса, что ли, не знаю, его статусность, на ваш взгляд, это не отбрасывает какой-то тени? Мне кажется, это может отбрасывать тени не на конкурс, а... Не, ну мы же живем в последнее время такими мыслями о том, что мы что-то вот к 650-летию сделаем грандиозное такое, яркое, фееричное, а тут о выгребных ямах идет речь. Ну, не знаю, по-разному можно относиться, конечно. Я бы сказал так, еще раз, вот, уникальность и в данном случае, там, главное, плюс этого конкурса в том, что здесь, там, не ТУ формировали повестку, там, и не кто-то, не администрация, а формировали повестку как раз сами люди. Если в малой субботике говорят о том, что, ребят, там, как бы, если вы нам к юбилею, там, дадите денег на то, чтобы сделать честные, ну, как бы, мы будем вам благодарны, и мы скажем, что праздник удался. Ну, это люди говорят. Ну... И поэтому, там, ну, проекты могут быть различные. То есть мы действительно привыкли к тому, что это вот такой типичный набор, там, детская площадка, спортивные тренажеры и так далее и тому подобное, но, там, для некоторых проблем в грибной яме, там, это она важна. Я понял, это историческая связь, я понял. Другое дело, что, как бы, почему, там, подобные проекты, там, не были поддержаны в рамках, там, ППМИ и в рамках, там, других муниципальных программ долгое время, а я знаю, что эта проблема, она, как бы, не вчера появилась, да, там, вот это тогда уже вопрос, как бы... Почему власти-то не смогли раньше... К этим конкурсам, но, может быть, вот как раз это и будет возможностью обратить внимание и в том числе муниципальной власти на то, что, ребят, вот есть такая проблема. Ну, вот, я поделюсь своими эмоциями, да, по этому поводу, но только у меня вот эти эмоции вызвала не выгребная яма, а тротуар вдоль детского сада 27, это тот детский сад, куда ходят мои дети, и тот отсутствующий тротуар, который я каждый день прохожу. Ты имеешь отношение к написанию этой заявки? Нет, я не имею отношение к написанию этой заявки, но я смотрела на эту заявку, единственный вопрос, который у меня был в голове, почему жители микрорайона Урванцево должны на конкурсе доказывать, что нужен тротуар вдоль детского сада? Ну, то есть, сама вот эта ситуация, я дальше начала смотреть заявки, там есть тротуар на Блюхера, там еще что-то, и вот в социальных сетях люди пишут, там, давайте, там, поднажмем, там, тра-та-та-та, и ты думаешь, господи, да почему нужно доказать, что тротуар у детского сада нужен? Это тротуар, это народная тропа или что, или он как-то вот... Или он изначально как-то схемой должен быть предусмотрен застройки? Я не знаю, что там должно быть как предусмотрено, то есть, вот, есть детский сад 27, есть 26-я школа, а между ними часть этого тротуара, там бетонные плиты строительные, которые остались, собственно, от строительства детского сада, а второй кусок этого тротуара, это просто, ну, газон, пустырь, грунт, да, я не знаю, как это описать. Вот именно поэтому, Даша, и существует такое золотое правило, что общественная инициатива появляется там, где власть считает, что проблем нет. Ну, как бы, если власть не будет знать о том, что есть потребность в этом проходе, то, как бы... Очень странно не знать, что у построенного садика нет тротуара. По ее ощущениям проблем нет. Ну, слушайте, они же там не живут каждый день. Ну, садик-то ведь построили 4 года назад. Ну, понятно, но они же там не ходят каждый день, не живут каждый день. Мы же сами понимаем, да, что вот они построить построили, уже, как говорится, уже хорошо, что они его построили, да, не новый жилой комплекс. Понятно, да, здесь сейчас такой вопрос, я не знаю, софистики, но вот просто для меня власть получила заявки на этот конкурс и смотрит там выгребная яма, тротуар на Блюхера, тротуар вдоль детского сада, просто откладывают эти заявки, говорят, ребят, мы вот это сделаем, подаваться для этого на конкурс не нужно, мы увидели эту проблему, мы ее решим. Извините, пожалуйста, до этого мы не понимали, что у детского сада нужен тротуар, чтобы дети не по уши в грязи ходили. А сейчас, получается, вот мы должны проголосовать. То есть ты предлагаешь чиновникам, как они должны действовать, да? Да. Не вопрос. А у вас, призовите депутата вашего, пусть, вот, есть просто хороший пример, я знаю, что по многим, вот опять возвращаясь к конкурсу добрых соседей, за многими проектами стоят инициативные депутаты, да, там, и они реально и людей, как бы, помогали им заявки писать, и сами выступали инициаторами. То есть раз ты не можешь там, ну, не такой богатый депутат, там, утянет своих денег, то они помогают вот так людям, да, то есть и там... У них же есть свой определенный фонд. Ну, он не очень большой, да. Тут даже не в этой части, да, то есть я просто знаю, что и они очень, многие выходили на меня, на моих коллег, что вот как бы у нас есть вопросы по составлению заявок, вот помогите нам проконсультировать и то да сё да, то есть выходили даже не жильцы, выходили депутаты. Это не их дом, но это их округ, да, там вот выгребной яме вспомнили, а есть хороший проект по поводу строительства перехода через железную дорогу, да, то есть вот там Ольга Трыкина, да... Да-да-да, тоже комментарий, ну, зареченная часть, в смысле, да. Она как бы вот по этому пути пошла, она помогала жильцам составить вот эту заявку для того, чтобы эту как бы работу провести. Поэтому там вопрос в том, кто депутат. Да нет, ну, понятно, что сейчас, как говорится... А по поводу того, чтобы указывать, указывать там власти на то, что там не сделано, ну, к сожалению, да, там нас приучили к тому, что только так оно начинает работать. Я вон пять лет каждый год, каждую весну указываю там одной нашей ресурсоснабжающей организации, что после их ремонта, там, участок дороги, каждую весну просто уплывает. Ну, они уже привыкли, они уже не говоря ни слова уж, как только подсыхают, приезжают и делают. Рефлекс выработали, да, уже? Да, то есть при этом я просто пишу там, грубо говоря, им на сайт, не ругаясь, я просто говорю, ребят, вот как бы вы проводили, снова упло, снова приедете. Проводите снова. Напоминалочку там себе поставьте, чтобы уже не писать вам можно было. Будильник сработает через год, да? Да, да. Ну, хорошо, ждем 31-го, да? А сколько времени уйдет на обработку результатов после 31-го, когда они будут озвучены? Нет, до 31-го будут победители уже. То есть это следующая неделя будет уже? Это следующая неделя будет. До 31-го голосования? Нет, до 26-го. А, 26-го, да. Дальше уйдет вот... Вот 4 дня? Дальше это обработка плюс обработка результатов экспертного, да, то есть и вот мы там до 31-го должны провести координационный совет, где уже утвердим. Напоминаем, что победителей будет по... Не менее. По 50-ти? Не менее. Не менее. Не менее 50-ти. В каждой номинации. В каждой номинации. В каждой номинации, да. То есть максимум сотня. Так понимаю? Нет, не менее. Вот как бы все, у нас есть 50 миллионов. Одна заявка, это не обязательно 650 тысяч. Потому что проекты разные. 650-т это максимум? Да, это максимум. Где-то есть проекты более дешевые, да, за счет этого формируется экономия, за счет экономии мы можем поддержать не 50, а 51, 53, 55 и так далее. Выделяемая сумма, она на основе, не знаю, ключевые какие-то показатели есть, критерии? Ну сколько вот давать конкретному проекту? В каждой заявке есть... Но есть обоснование, я понимаю, но это все... Это как-то перепроверяется, все, не знаю, соответствуют ли эти цифры, указанные в заявках, действительно. Это вот сейчас как раз этим занимаются эксперты. Ага, знаете, у меня еще какой вопрос был, я просто увидела в соцсетях, это правда вопрос был по ППМИ, но я сразу же этот конкурс вспомнил. Да, нет, в смысле там мужчина писал, что они выиграли, получили деньги, да, вот по ППМИ, и подрядчик отказался, не нашли подрядчика для асфальтирования вот этой территории, соответственно, деньги подвисли. Здесь эта работа как будет вестись? Нет, здесь схема несколько другая, по ППМИ с заказчиком выступает все-таки ТУ, ТИТА, и поэтому как бы процедура поиска и заключения договора, она... Ну, через конкурсные, да, процедуры. Здесь все напрямую, очень многие заявки идут уже сразу с готовыми подрядчиками, то есть люди на стадии подготовки уже находят себе подрядчиков, кто это потом будет делать. Вот, а ТУ в данном случае лишь проверяет эту информацию, потому что потом им то, что будет создано в этих общественных пространствах, им нужно будет брать на баланс это все, и поэтому там была процедура согласования с термоуправлением как раз именно с точки зрения того, что они впоследствии готовы это взять на баланс. То есть как в будущем-то, собственно, с этим обращаться объектом. Да, но подрядчиков ищут сами заявители, то есть здесь никаких конкурсных процедур нет, поэтому... Да и, собственно, суммы не такие большие, как в ППМИ, поэтому найти подрядчика будет легче. Ну, давайте еще раз напомним, да, у нас полминуты остается. Голосование, еще раз напомним, продолжается на сайте 650kirov.ru. Конечная дата голосования 26 марта, то есть это воскресенье. Много информации, много надо времени потратить, чтобы все это изучить, но я, конечно, имею в виду людей, у которых есть желание с этим совсем ознакомиться и погрузиться во все это. Ну, удачи вам в любом случае. Да. Михаил Курашин, советник губернатора Кировской области, был у нас в гостях. Владимир Сметанин, Дарья Тепузлеева. Прощаемся. Всего доброго. Спасибо.